Всех приветствую, дорогие друзья! Сегодня у меня в ремонте видеокарта Gigabyte RX 580. Прислал её один из наших подписчиков, связавший со мной через донаты. Кстати, вы тоже можете так сделать. Ссылка на донаты всегда находится в описании. Со слов владельца, дефект у видеокарты нет изображения. Полное описание вы сейчас видите на экране. Начнём с проверки дефекта. Пытаюсь установить видеокарту в свой тестовый системник, и как-то не выходит. Панель крепления у неё совсем неудачно погнута. Пришлось её снимать и рихтовать на тисках. Вышло не идеально ровно, но карту уже хотя бы возможно установить в корпус. Подключаю провода и включаю ПК. Вентиляторы на видеокарте вращаются, а изображение не выводится. Сообщение No Signal на мониторе. Хорошо, дефект присутствует. Давайте разбираться в причине такого поведения видеокарты. Снимаю с неё систему охлаждения. Для этого необходимо выкрутить несколько винтов и отключить провода вентиляторов и подсветки. Далее осматриваю состояние платы. С этой стороны на первый взгляд всё в порядке. Чтоб проверить обратную сторону, выкручиваю винты и снимаю заднюю панель. Проверяю состояние элементов. Нашёл первый явный дефект. Оторван керамический конденсатор под позицией C2040. Перекидываю деталь с донора. Выпаиваю с той же цепи. Поэтому номинал конденсатора меня абсолютно никак не волнует. Для таких работ я использую паяльную станцию с 210-й ручкой. Она предназначена как раз для подобных ремонтных работ, конкретно на видеокартах и ноутбуках. В общем, рекомендую к приобретению. Тем более цена сейчас доступная. Ссылка будет в описании. Отмываю флюс, просушиваю плату и на этом я бы хотел сказать, что ремонт завершён. Так как других явных дефектов больше не было. Но видеокарта при тестовом включении не заработала. Заметил один, на мой взгляд, важный нюанс. Мигает индикатор рядом с разъемом для кабеля дополнительного питания. Как будто видеокарта не видит подключенного кабеля доп. питания. Что-то подобное я уже встречал, когда были проблемы по цепи определения кабеля доп. питания. Но прикол в том, что здесь такой цепи нет. А контакт определения подключенного кабеля просто замкнут на землю. Выяснил это по схеме из сервис-мануала на данную модель видеокарты. Сравнение с видеокартами других моделей RX 580 результата не дало. Так как там цепь определения присутствует. Пока изучал плату, буквально случайно заметил в дифференциальных цепях один конденсатор, незначительно смещенный относительно других. Взглянул под микроскоп и оказалось, что смещенный конденсатор лопнул. Очевидно, что это механическое повреждение. Конденсатор в этом случае подлежит обязательной замене. Его номинал меня также абсолютно не волнует. Так как я меняю его на конденсатор с точно той же цепи донорской видеокарты. На этот раз из-за мелких размеров кондерчика удобнее использовать паяльную станцию на 115 ручке. Отмываю флюс и проверяю работу под микроскопом. Менял элемент под позицией C110. Так особо и не скажешь, что он был заменен. Его выдает только более светлая пайка относительно других конденсаторов. Что ж, можно проверять работу на тестовом ПК. Включаю. Отлично, есть изображение. Собираю карту для выполнения полноценного тестирования. Использую тесты Superposition и 4Mark. А также проверяю работу в играх. Дополнительных дефектов в ходе тестирования я не выявил. Кстати, в GPU-Z проверил, что карты используют все дефлинии. Текущий режим работы интерфейса PCI-Express X16. То есть, видеокарта полностью рабочая. Видеокарта восстановлена. И моя работа на этом завершена. Хочу поблагодарить вас всех за внимание. Пожелать удачи. И увидимся уже в других ремонтах. До скорых встреч. Субтитры подогнал «Симон»